Тут нужно, конечно, записать на бис, и терпение нужно для этого, как и должно быть в жизни, и это справедливо, поэтому давайте вытерпим. За покупку. Подбор уже не идет, Робсон играет полузащитник, один безчастных остался в передней линии, пас вперед, Парфенов вынос, остается времени полторы минуты. Еще один удар вперед, нужна спартаковцам пауза, хорошо, сейчас мяч кто-нибудь ушел за пределы поля. Готовится удар, Кебе накрыл попытку, Дмитревский нельзя было сдавать этого делать, угловой очень неприятно, за минуту до конца матча чехи получают право на угловой удар. Вратарь Петер Чех пошел в штрафную площадь. Чехи очень хороши при стандартных положениях, наверное, самый важный ключевой фрагмент этой встречи. 2-1, Спартак выигрывает за минуту до конца, угловой подают Чехи. Вратарь Чех в штрафную площадь, забирается до мяча, Ленинский, ошибка, борьба, ну вынос мяча отсюда подальше куда-нибудь. Нет, все-таки запихали мяч в ворота Чехи, но вот такую концовку устроили чешские футболисты, все-таки запихали гол, не без помощи своего голкипера. Вот, пожалуйста, вам ничего себе нет мотивации сегодня у чешской команды, а? Просто рвали и метали во втором тайме. Футболисты чешской спарты, молодцы чехи, за то, что боролись тоже до конца, и своего-таки добились, и опять стандартное положение. Опять Левицкий зачем-то выбежал из лавы. Смотрите, как действует форвард. Блокировал вратаря, здесь, ну здесь уже дальше бессмысленно, что-то анализировать, все чехи труднее, все ваши росты, мы просто здесь не боролись. Насколько идеально собрал Ярославль. Единственный, единственный взнос был Грянт, и вот этот свой позор, огромное преимущество, физическое превосходство, чей-то, собственно говоря, использовали. Причем это все физическое превосходство положило на колоссальную усталость Спартака, который во втором тайме совсем подсел, ей потерял эти игры. Ну что ж, тем не менее, 2-2, тем не менее, какие-то очки Спартак набрал, ну то есть одно очко, все равно все решается в матче с Фейнордом. Субтитры сделал DimaTorzok